Путин в Донецке! Посмотрите, инсталляция, зеркало, президент красивый, все фотографируются. Фотографируются не только любимые наши женщины, но еще и мужчины, потому что сейчас идет акция, чей пост наберет больше всего лайка и получит классный сертификат на салон красоты. Представьте, с Путиным сфотографироваться, мне кажется, хочет каждый это видео, эти фотки получат больше всего лайков. Приди, попробуй поучаствовать, может быть, как раз вы и выиграете этот сертификат. Странно, что эта фотозона стоит не возле какого-то там деревянного туалета, но я смотрю, что прям очередь из желающих подойти и сфотографироваться с Путиным такая, что прям занимать надо за несколько дней к нему. Но я думаю, что это там единственное видео, которым мы сегодня веселым начнем этот эфир, потому что, ну получается, что прям жизнь в Донецке-то наладилась, как только вот фотозону с Путиным поставили, вот сразу как-то жить стало легче, жить стало веселей. Я думаю, именно ради этого в 2014 году Путин и вторгся на территорию Украины. Как думаете, Игорь Александрович? Знаете, я думаю, что эту акцию надо бы перенести ближе к Авдеевке. Вот там поставить этот стенд желающих сфотографироваться, если там найдутся живые, которые будут готовы сфотографироваться с Путиным. А вообще еще лучше, конечно, вот это вот поставить, это где-нибудь там около, на территории подконтрольной законным властям Украины. Там, я думаю, много чего украинские граждане сделали бы с этим портретом. Вот. Ну, тут как бы, значит, кукла Путина, которая самая популярная кукла Вуду. Это изображение Путина в кимоно. Вот специально для упражнений в духе Вуду. Ну, все знают, что делают с куклами Вуду. Вот. Поэтому вот это отношение к главарю террористической организации под названием Российской Федерации. Ну, видите, на что только не пойдешь перед выборами, чтобы привлечь внимание людей. Ну, и, кстати, перед этими самыми выборами интересно следующее, что вот буквально мы прошлый раз с вами обговаривали то, что впервые или же за долгое время в России звучали фразы «Путин – убийца», когда говорили про похорон Навального, да, а сейчас мы уже говорим о том, что и Соединенные Штаты Америки, и Британия говорят, что лучше бы в ближайшие 48 часов, знаете, не приходить как-то в людные места, и лучше бы вообще выехать с территории России. Но если вдруг вы там находитесь, то хотя бы просто не принимайте участия ни в каких-то массовых мероприятиях, потому что угроза терактам возможно в следующие 48 часов. Не понимаю, почему 48 часов, но, может быть, у вас есть разъяснение, объяснение или же логические какие-то мысли по поводу того, что может произойти в следующие 48 часов и откуда эта угроза теракта? Вы знаете, там загадочная фраза в этом сообщении о том, что какие-то экстремистские организации могут совершать теракт. Я знаю одну экстремистскую организацию на территории Российской Федерации. Это государство РФ, возглавляемое главным террористом планеты Владимир Владимирович Путин. И, в принципе, других экстремистских организаций на территории Российской Федерации я не знаю. Почему они так назвали, вместо того, чтобы прямо сказать, что угроза теракта исходит от ФСБ, например, или от каких-то других организаций подобного рода. Вместо этого как-то загадочно сказали какие-то экстремистские организации. Что это может быть? Вероятность того, что какие-то инопланетяне, или там, я не знаю, так сказать, кто еще может быть, Хамас, или там, я не знаю, Хизбалла, или, значит, еменские гуситы перенесутся каким-то чудом на территорию Москвы и совершат там теракт. Я не могу себе представить, потому что это все друзья Путина. Кто это может сделать? Это может сделать ФСБ, вспомнив хорошие навыки. И господин Патрушев вполне в состоянии может тряхнуть стариной и вспомнить, как он лихо устраивал провокации с рязанским сахаром, взрывая дома в 1999 году. Ну, руки-то помнят. Он, конечно, не молод уже, но еще раз говорю, руки помнят. Он же, так сказать, привычные руки к взрывным материалам и так далее. Ну, не он лично, тем более, так сказать, есть исполнители, правда, не очень умелые, как мы помним, с любителями салсберецких шпилей, значит, Башировым и Петровым. Но, тем не менее, дурацкое дело устроить теракт в центре Москвы, особенно если ты это делаешь, так сказать, обладая всей полнотой власти. Откуда известно стало и насколько надежные источники у американской и британской разведки, я не знаю. Вероятность того, что Путин устроит какой-то теракт, она всегда есть и была и будет, поскольку Путин главный террорист на планете Земля. Насколько нужно это сейчас, потому что зачем были устроены эти взрывы домов в 1999 году, понятно. Путин шел к власти, он впервые избирался, и ему нужна была мобилизация населения, ему нужен был страх, нужно было, чтобы его слова, что мы будем мочить террористов в сортире, они были воспринимы, чтобы они легли на душу. А для того, чтобы эти слова легли на душу населения, нужно было очень обильно смочить эти души кровью. И в данном случае Путин устроил эти теракты для того, чтобы население испугалось и в большей степени готовы было голосовать за сильную руку, за такого бравого офицера КГБ, который сказал, что мы будем мочить террористов в сортире. А для этого надо было напугать этими террористами народ как следует. И, в общем, это было сделано. И Путин выиграл те выборы, ну, правда, не так разгромно, там 50% с копейками он набрал, но в первом туре он победил. Значит, зачем ему сейчас это надо, когда лучше любого Рязанского Сахарова, лучше любого Патрушева, эту же функцию может выполнить Элла Панфилова, которая готова будет нарисовать любую цифру, вне зависимости от того, сколько вообще придет и сколько вообще населения есть в России. Она может написать, что проголосовало, я не знаю, 100 миллиардов человек за Путина. И ничего с ней за это не будет, ничего с ней не случится. Бумага все стерпит. Зачем это надо, не знаю. Но, с другой стороны, после того, что произошло 24 февраля 2022 года, когда Путин без всяких даже шкурных интересов, даже интересов своей власти просто совершил вот это вот безумие, напав на Украину, сейчас от него, конечно, можно ждать чего угодно. Поэтому, вот я думаю, что вероятность вот такая вот вспомнить Рязанский Сахар. Вот, скорее, единственное рациональное объяснение, которое мне в голову приходит. Потому что никто другой на территории России сейчас терактов против мирных граждан, граждан Соединенных Штатов Америки, Великобритании, конечно, совершеннее. Ну и если тогда были первые выборы, может быть, это будут последние выборы, знаете, если проводить эти параллели, поэтому он решил такими терактами запугать напоследок, скажем так, чтобы все точно запомнили начало и конец его правления. Знаете, это, конечно, красивая гипотеза. Но я думаю, что это в наших с вами головах есть надежда и вероятность того, что эти выборы действительно будут последние. Я тоже разделяю ваше предположение. Но я думаю, что в голове Путина представления о том, что эти выборы будут последними, нет. Вот, потому что он собирается править вечно. У него такая маленькая проблемка есть, так сказать, эликсир бессмертия пока не придумали. Вот. Ну, он, я думаю, что над этим пытается напряженно работать. Еще про вот эту вот его, не знаю, суперсилу, да, пугать и держать в страхе не только лишь Россию, но и весь мир. Опять заговорили на территории России и на, как говорят, Геббельс ТВ. В очередной раз достали свою ядерную кнопку из широких штанин. Ничего нового не происходит, но есть нюанс. Вот когда они увидят, что мы не боимся, как они выходить из этих договоров, тогда это будет другая совершенно риторика. А у них, конечно, позиция. То, что вы говорите, это ерунда. Пока вы сами сохраняете в ограничениях, дальше американцы начинают зубоскалить. А вы же за глобальную стабильность, вы же очень ответственные, ха-ха-ха. Вот пока мы не снимем с себя ограничения и не скажем, что наши руки свободны, и каждая санкция – это минус один договор, выгодный Западу. Вот до этого времени они будут к нам так относиться. Я правильно понимаю, первый шаг? Ядерный удар может быть не только ответным, но с нашей стороны превентивным. Да, да, как только мы скажем за себе право, что мы оставляем за собой такое право, они сразу отойдут от старой логики. Мы выходим, на следующий день удар по России, ну вот по Белгороду, да, в ежедневном режиме. Мы тогда что? Тогда мы по каким-то украинским объектам наносим масштабный действительно удар. И это предупреждение Западу. Тогда не посмотрим. Но мы по каким-то объектам каждый день наносим масштабный удар. Ну вы выразились, по каким-то. А теперь по каким-то. Например, по центру Киева. А там люди? По правительственному кварталу. Извините, война есть война. Они-то не смотрят на наших людей, правда? Война есть война. Ну, как бы ничего нового как будто бы не происходит, только лишь один нюанс. Теперь они уже говорят о том, что, слушайте, ну может быть, ядерный удар может быть превентивным. Поэтому мы как будто этой возможности не отбрасываем далеко. Но почему-то, ну как бы логичный вопрос Скобеевой должен был прозвучать следующий. А что будет дальше? Какой будет ответ на наш превентивный удар? Потому что, ну если вы думаете, что весь Запад сделает вид, что он его не видит, то как бы тогда вы еще тупее, нежели мы про вас думаем. А я думаю, что вряд ли как бы они настолько тупы. Тем не менее, опять в очередной раз мы говорим о том, что у России есть ядерная кнопка. Это опять-таки чисто теорий на поговорить, потому что не было больше о чем. Или понимая, что рот Скобеевой есть ротом Путина, поэтому это его мысли на этот счет? Вы знаете, там у Скобеева, вернее у Путина довольно много ртов. У него есть рот Медведева, у него есть рот Соловьева, есть рот Скобеевой. То есть его, то что у него на уме, у многих на языке. И в частности, вот это вот бесконечные разговоры о ядерных ударах по европейским столицам, по Соединенным Штатам Америки, которым грозят уже просто устроить пролив имени Сталина, уничтожив все Соединенные Штаты Америки, чтобы этот пролив был между Канадой и Мексикой. Это постоянно. Это же постоянно. Поскольку я смотрю, как медиакритик, я постоянно смотрю на то, что происходит в этом зомбоящике, то я это слышу каждый день тысячи раз. И мне кажется, причина того, почему они все время говорят о том, что они уничтожат ядерным ударом то Великобританию, то Францию, то Германию, причина заключается в том, что других аргументов нет. Ведь идет третий год войны, и используя все возможности, уже практически все возможности, не осталось ни одного, так сказать, огромного средства поражения, которым Путин хвалился, которым он мультики рисовал, пугал всех, там сверхгипер-упер-звуковые и так далее, несбиваемые. Все это летит и летело в сторону Киева, в сторону Одессы, и все это сбивалось, но частично долетало и гибли люди. Но ничего другого, кроме ядерного оружия, больше за душой нет. Вот ядерное оружие пока не применялось. И это единственное, чем они продолжают пугать. И благодаря всем этим усилиям на протяжении, вот третий год идет война, уложили в украинский чернозем 400 тысяч человек. Ну тут разные оценки, я не собираюсь вдаваться, так сказать, что по каким. Но огромное количество людей, своих оккупантов уложили в украинский чернозем и триумфально взяли развалины Авдеевки. Я не знаю, кто в мире, ну в Украине понятно свою географию знают, кто в мире знал о существовании этого маленького украинского городка. Я смотрел фотографии, до уничтожения очень симпатичный городок был, но тем не менее маленький городок, 30 тысяч населения. И вот это воспринимается, сейчас подается как Сталинград. Ну все, вот что еще можно сказать? Только грозить ядерным ударом. При этом Россия фактически потеряла Черноморский флот. Он мало того, что уже превратился в флотилию, он еще и к тому же и флотилией уже не является, потому что ютится где-то. То есть он не Черноморский, потому что он уже в Азовском море в основном прячется и там у берегов Новороссийска. То есть на самом деле уже начато потихонечку уничтожение воздушного флота. Уже целый ряд таких вот, ну самолетов у Путина еще остались. Но по некоторым классам идет уже просто исчезновение целых классов самолетов. Самолеты-разведчики и так далее, они уничтожаются уже просто в критических масштабах. Поэтому вот, а что остается? Вот грозить атомной бомбой, другого ничего нет. Это единственный аргумент, который они могут привести. Вы сказали про род Медведева, который тоже периодически пытается мысли Путина на бумагу в основном как-то их собрать. Очень интересно, что расследователи The Insider заметили, что даты публикации яростных текстов Медведева подозрительно сходятся с графиком поставок в Россию вина от его итальянской винодельни. Ну и тут прям вот вся эта статистика с цифрами о том, что вот когда приходит вино, тогда собственно и сразу же мысли Путина и Медведева растекаются по бумаге, которая может выдержать все. Хорошо, конечно, что Медведев может пить итальянское вино, говорю я в кавычках, потому что мы-то думали, что он бояршник, кому пивается все это время. А нет, смотрите, итальянским вином. Я не знаю, вот его эти виноградники, они разве не все еще ему принадлежат? Я просто не слежу. По-моему, он уже больше не имеет возможности получать вино со своих виноградников. У него, правда, единственное что, у него остался, так сказать, прудик и вот этот домик с уточкой. Может быть, там какие-то поставки, я не знаю просто. Но на самом деле я думаю, что действительно это все-таки, судя по продукту, по результату, который он дает, это все-таки бояршник. Поэтому я думаю, что расследователи немножко напутали. Ну, я думаю, что им еще нужно будет выяснить, кому принадлежат эти винодельни и кому Медведев платит для того, чтобы это вино попадало в его рот на территории России. Тем не менее, про выборы мы с вами тоже вспомнили, с них начали, и, собственно, надежды на этих выборах нет. Говорить про надежду для России не стоит, но появилась другая фамилия в этом списке. Какой дядя тебе нравится? Какой дядя? Вот этот. Нет, подожди, дай пальчик. Дай пальчик, смотри. Вот этот дядя. Вот этот, да, тебе нравится? Нет, вот этот. Нет, вот этот, смотри, он норм. Смотри, красивый. Давай вот этот. Нет, дуга, давай вот этот же. Нет. Тут, как говорится, словами ребенка глаголит истина. Он говорит, не хочу за этого дядю голосовать, и если маме все равно, что будет с ней в следующие 20-30 лет, то как раз этому ребенку, по идее, жить в этой стране или же в том, что от нее останется. Даванков появился в этом списке. Насколько он есть каким-либо иным способом выражать протест и не голосовать за Путина? Вы знаете, конечно, очень соблазнительно здесь после этого ролика, но просто очень хочется. Тем более девочка маленькая, такая симпатичная, значит, говорит, хочу за Даванкова голосовать. Ее, наверное, эту девочку покусал наш российский, так сказать, хотел сказать, эмигрант, в смысле политик, но не могу сказать, Кац. Максим Кац, который призывает голосовать за Даванкова. Обманули, обманули маленькую девочку. Не надо голосовать за Даванкова, не надо, ну, конечно, не надо голосовать за Путина. Ни за кого из этих вот дядь голосовать не надо, потому что все они, на самом деле, все они переодетые Путин. И Даванков это переодетый Путин, ну, такой немножко омолодившийся. И Харитонов, переодетый Путин, ну, только такой вот упырь сталинистского вида. И вот этот вот Зайчутко-Слуцкий, тоже переодетый Путин, хотя, так сказать, он такой, ну, совсем уж какой-то карикатурный. То есть ни за кого из них не надо голосовать. Вот как-то надо объяснить этой девочке, что не надо в этом участвовать вообще. Ну, слава богу, она голосовать не будет по малолетству, но всем остальным надо объяснить, не надо в этом во всем участвовать. И Даванков это тоже такой же, ну, конечно, он, так сказать, иначе выражает свои мысли. Он говорит, что надо срочно, чтобы был мир во всем мире, и надо прекратить войну. Но он сразу оговаривается, надо прекратить войну на условиях Российской Федерации. Все. А какая разница между ним и Путиным? Путин говорит тоже, да, мы не хотим воевать, мы за мир, ну, только так, чтобы на наших условиях. То есть, ну, вот я съем Украину, значит, немножко вытру губы, так сказать, от крови, стекающей с клыков, и тут же будет мир. Ну, до того, как снова проголодаюсь. То есть, потом нападу еще на кого-нибудь, потом съем еще кого-нибудь, опять, и опять мир, и опять все хорошо. То есть, не надо, не надо, так сказать, разница между Даванковым и Путиным. Она есть, но она косметическая. Поэтому вот этот вот соблазн, так сказать, найти, вглядываясь в этот список из четырех человек, найти себе какой-то выбор, это иллюзия, это неправильно. Надо этот соблазн изживать в себе. А что там, кстати, с Патрушевым-младшим? Потому что, там, буквально год назад все говорили о том, что он, возможно, следующий, там, преемник, что Путин может передать ему власть, что если что-то произойдет со здоровьем Путина, то тогда вот Патрушев-младший фигурировал во всех этих теориях заговора. Сейчас как-то о нем ничего не слышно. То есть, ему даже вот не дают списка вот в этом, номера в этом списке из четырех людей. То есть, его даже не пропускают, вот этот проходной балл получается. Почему? Ну, вы знаете, это еще одна, вот есть вранье от Каца, а есть вранье от неких конспирологов, которые говорят о том, что какая-то спецоперация, что кто-то там в Кремле планирует Патрушев куда-то. Да ерунда это полная, никаких преемников у Путина нет и быть не может по определению. Просто Путин прекрасно понимает, что прошли времена, когда он мог, ну, нашел действительно уникальное существо, человека вообще без малейших признаков политической субъектности, я имею в виду Медведева, и оставил, просто посадил, как кукол вместо себя, погреть кресло на протяжении четырех лет. И точно таким же образом потом его скинул и опять уселся в это кресло. Ну, во-первых, таких нет, а потом сейчас ситуация другая. Сейчас ситуация такая, что количество преступлений, которые совершил Путин, они стопроцентно гарантируют, что как только он оторвется от власти, в этот момент любой преемник, любой человек, которого он поставит, будет испытывать гигантский, непреодолимый совершенно соблазн тут же, так сказать, Путина сдать. Во всех преступлениях обвинить Путина лично, сдать его в ГАГу и тем самым вымолить себе возможность, ну, какой-то, какой-то народу. То есть война прекратится сразу, если Путин каким-то образом оторвется от власти или естественным путем умрет. И, конечно, любой преемник тут же на Путина возложит все ответственность, все беды. Ну, так это же вообще российская традиция. Понимаете, Хрущев, там Сталин уничтожил Ленинскую гвардию, Хрущев, так сказать, обвинял во всех проблемах Сталина, Брежнев-Хрущева, Горбачев-Брежнева, значит, Ельцин-Горбачева. Ну, а Путин, поскольку тот ему просто из рук в руки власть передал, он во всем обвинял ельцинский период правления. Не лично Ельцин, а ельцинский период правления. То есть проклятые 90-е. Ни малейшего сомнения нет в том, что любой преемник Путина будет обвинять Путина в том, что он устроил в войне, устроил геноцид российского народа. То есть все беды, вся разруха, все проблемы, изоляция и так далее, все это виноват лично Путин. А все остальные были белые пушисты. Ну, собственно говоря, как это сделал Хрущев, обвинив Сталина. Несмотря на то, что сам Хрущев был соучастником этих преступлений. Ну, так как вакцины под названием «Как жить вечно» все-таки нет, ее не придумали, не изобрели, то вопрос остается актуальным. То есть мы же все понимаем, как Путин говорил, все смертны, да? То есть по идее кто-то все равно должен быть какой-то план, если не Б, то С, Д, Я в крайнем случае. Или же расчет только на двойников Путина, которые заменят его в любой следующий момент. Вот это же важная история, Екатерина Валерьевна. Когда вы говорите «план», то возникает вопрос «у кого план?» Вот представить себе, что у Путина есть план на тот случай, если он умрет, это вы как-то очень хорошо думаете о Путине. Значит, вполне себе травоядный французский король сказал «после нас хоть поток». Но он был травоядным, он был вполне себе приличным человеком. Ну, кроме того, что он был самодуром. Но Путин-то это совершенно другой... Уж Путин точно считает, что после нас не просто поток, после нас будет пускай ядерная катастрофа. Поэтому Путину совершенно наплевать, что будет после него с Россией. Да и сейчас ему наплевать, что будет с Россией. Но просто поскольку он как бы хозяин на этой территории, то свое имущество он как-то старается в целом в целостности сохранить. Но то, что у Путина есть план на случай его смерти, это абсолютно исключено. Что же касается всех остальных, то они могут иметь какие угодно планы. Но на сегодняшний момент, после показательного убийства Пригожина, Путин восстановил в стране полный контроль над происходящим. Путин восстановил персоналистский характер власти. И поэтому планы могут быть только у Путина. У всех остальных могут быть какие-то тайные желания, которые они, скорее всего, не имеют никаких возможностей. У них могут быть индивидуальные планы. Сбежать из России, например. Или, так сказать, какое-то время окопаться. А планы на какую-то организацию жизни в России могут быть только у Путина. Но они могут быть у Путина только на период его жизни. После своей смерти Путин и Путину будет совершенно наплевать. Сейчас совершенно наплевать на то, что... Потому что Путин это не человек идеи. Путин это человек личной власти. Что будет происходить за пределы ему личной власти, ему на это совершенно наплевать. Но просто исходя из того, что он делает, мы видим, что ему абсолютно наплевать, что будет происходить после того, как он сдохнет. Кстати, про еще одну теорию вспомнила. В свое время говорили, что он там готов будет передать бразды правления или же трон своей, не знаю, дочке. Она в последнее время тоже как-то очень часто мелькает на телевизорах и дает интервью и рассказывает о том, какая она именитый доктор. Никто ее до этого не знал. Ну, если бы ни один нюанс, что она дочка Путина. Насколько такие теории имеют право или имеют место быть? Знаете, ведь что характерно, никогда, да, она, если не ошибаюсь, пару раз появилась в эфире, но ни разу не было сказано, что это дочь Путина. Ни разу. Поэтому гипотеза, что Путин введет какую-то наследственную монархию, она, конечно, имеет право на существование, но она пока ничем не подтверждается. И я не уверен, что она реализуема, потому что после, так сказать, при жизни Путина ввести наследственную монархию опасно, потому что если назначаешь преемника, то ты себя сразу же позиционируешь как хромая утка. То есть тут же начинается, так сказать, такое двоицарствие. То есть какие-то элиты начинают, так сказать, будут... То есть в любом случае вот эта вот идея, что дочь, если он объявит, что какая-то из двух дочерей является его дочерью, это будет названо, что это дочь Путина, еще будут какие-то намеки, что он собирается ей передать власть, то тогда произойдет самое страшное для Путина, что только может быть. А именно, начало перетока элит. То есть для, ну, или верхушки, или, так сказать, холуев. То есть какая-то... Даже такое абсолютное ничтожество, как Медведев, как только он стал президентом, какая-то часть путинских холуев прибежала к нему, к Медведеву, начала ему лить елей в уши, говорить о том, какой он великий. И он тогда с дуру произнес эту совершенно безумную фразу, что свобода лучше, чем не свобода. Ну, надо же было такое додуматься, да? Но вот за это он, кстати говоря, расплачивается постоянным потоком безумных, мракобесных высказываний, которые он ежедневно воспроизводит. Это ему наказание такое. Но если будет какой-то механизм престола наследия, то это будет подрыв персоналистской власти. Будут хотеть, так сказать, как-то вокруг вот этой вот новоявленной принцессы начнут формироваться какие-то группировки и так далее. Это совершенно недопустимо. Путин этого не допустит. Это я абсолютно убежден. Я еще, знаете, о чем подумала? О том, что, опять-таки, как-то очень часто Путин говорит про семейные ценности, даже год семейных ценностей и так далее. Там провозглашает следующий год, год семейных ценностей, семьи и так далее. Но он никогда не говорит о своей собственной семье, и он никогда не говорит о своих детях. Тут вроде как все все знают, но хотелось бы уточнить, как говорится. Почему такая вот личная жизнь покрыта абсолютной тайной и мраком? Ну, во-первых, прямо скажем, с личной жизнью у Путина не такая ситуация, как обычно у публичных политиков. Ну, то есть любой публичный политик, будь, ну, или практически любой, будь то, там, американский политик, европейский политик, там личная жизнь, ну, такая вот, ну, близкая к образцовости. Там папа, мама, я счастливая семья. И таких вот я бывает несколько, и детей бывает. То есть вот они, пожалуйста, там, хоть Байден, там, ну, можно сколько угодно говорить о том, что у него сын какой-то не такой, но тем не менее, вот Байден, вот его первая леди, вот его сын, вот там семья Макрона, вот семья, там, Бориса Джонсона и так далее. То есть у всех какие-то, ну, семьи как семьи. Вполне себе такие традиционные, вполне себе пристойные, с которыми можно на люди показаться. Там и первые леди у всех есть, и дети есть тоже вроде более-менее нормальные. Что касается Путина, ну, это человек, который кричит о семейных ценностях, но у него нет жены официальной. То есть он разведен. И, в общем, тут как бы что демонстрировать? Жену, бывшую жену, которая замужем уже за другим человеком, ну, в принципе, нормально. Для обычного человека нормально. Но не для человека, который кричит о семейных ценностях. Показать Алину Кабаеву или вот эту девушку кривоногих, которая тоже, так сказать, ну, вроде как по расследованиям неожиданно обогатилась после того, как познакомилась с Путиным. Показать любовниц Путина, ну, что ему открывать? От семьи-то у него нет в привычном смысле. Еще раз подчеркиваю, ну, я надеюсь, что в аудитории, в вашей аудитории, Екатерина Валерьевна, немного ханжей, которые там будут хмурить брови и возмущаться тем, что ай-яй-яй развелся, ай-яй-яй завел любовницу. Да на здоровье. Но только при этом не надо орать про семейные ценности. Понимаете? Путин лжец и лицемер. И поэтому ему показывать семью невозможно, потому что у него нет семьи в таком нормальном смысле слова. Детей он своих скрывает. Скрывает, я могу сказать, почему. Потому что это человек, который весь живет в мире конспирологии, в мире заговоров, и он абсолютно убежден, что если он обнародует, значит, что вот эти женщины номер один и женщины номер два являются его детьми, дочерьми, то, значит, возможно там либо давление на них, либо, так сказать, похищение, либо шантаж, еще что-то. Он живет в мире, в мире конспирологии. Он бы сам обязательно так сделал. Он бы сам обязательно... То есть они похищают детей, и они шантажируют детьми. Он на самом деле по первой своей, так сказать, профессии аграмме, он бандит. Он бандит не очень большого ранга, но он член вот этой вот группировки организованной спортивности в Питере. Этот кружок дзюдо, это был обычный бандитский кружок, который, значит, организовывал вор в законе. Ну, вернее, не вор в законе, а преступный авторитет. Вот, так что он бы именно так поступал. Брать в заложники семью для этих людей — это нормально. Поэтому Путин боится и этого в том числе. Они показывают свою семью по той причине, потому что семьи в нормальном смысле слова у него просто нет. Что касается еще России, и Ройтерс об этом писал со ссылкой на разведку Литвы, говорили о том, что в таком темпе, который есть сейчас, Россия готова еще воевать с Украиной два года. Я не знаю, насколько это там, два года, три года, пять лет. Все зависит от того, как работают санкции. А мы видим, что они работают с пробелами и с возможностью через третьи страны такие поставлять России то, что ей необходимо. Да, немного дороже. Да, там может быть затратнее по времени. Но, тем не менее, это не говорит о том, что у них такую возможность, в принципе, отобрали вообще. Вопрос остается, опять же, в народонаселении, потому что, ну, поскольку там на прошлой неделе мы видели, ну, такой себе импровизированный протест, да, возле кладбища, мы видели возле могилы Навального, мы видели выкрики «Путин, убийца!» И насколько народонаселение на России вот два года еще, как минимум, готова жить вот в таком режиме, как они жили эти два года? Ну, конечно, готова. То, что произошло во время похорон Навального, ну, и сейчас, кстати говоря, продолжают нести цветы, то есть это самые такие долгие, долгие прощания, долгие похороны, насколько мне известно, вообще обозримая история. Но это было, это было результатом того, что Путин с самого начала, устроив эту свою некрополитику, когда он пытался, дал команду вообще, значит, не отдавать матери тело Навального, шантажировать ее, требуя, так сказать, тихо где-то прикопать в вечной мерзлоте, чтобы никто не видел, никто не знал и так далее. Мать Навального не сдалась, ну, все-таки, что называется, у них это семейное. Вот, поэтому мать Навального выиграла эту битву, потому что, ну, долго не отдавать, там, неделю, две, месяц, ну, и что, это во всем мире просто был бы гигантский знак вопроса, ты вообще человек или нет? Ну, с биологической точки зрения. Вот, потому что, ну, не отдавать матери тело сына, это, ну, как-то совсем, да, да, он убивает каждый день десятки людей, но, тем не менее, это вот какая-то уже совсем библейская была бы история. Вот, поэтому он, поэтому он проиграл эту битву. Значит, и была дана явно команда, да хрен с ним, пускай они уже быстро закопают этого своего кумира и забудут быстрее об этом. И поэтому явно была дана команда не очень сильно бить, не очень сильно винтить. Это мы видели. Огромное количество Росгвардии, ОМОНа с дубинками, с автозаками, которые стояли вдоль всей этой гигантской очереди, которая шла, значит, проститься с Навальным. И они не били, они только фотографировали, только снимали. За все время вот это вот, всех этих похорон, в пятницу минувшую было, всего-навсего 126, если не ошибаюсь, по-моему, 126 задержаний в этот день было по всей стране. То есть очень немного. С учетом огромного количества людей всего 126 задержаний, это ерунда. Вот. Но потом они, потом начались, потом, поскольку всех фотографировали, всех видели, по одному стали выдергивать. То есть вот эта временная пауза, то есть Путин поставил репрессии на паузу. Но дальше все. Дальше, так сказать, все будет продолжаться по-прежнему. Поэтому какое население, так сказать, ну, уничтожить, разогнать, распихать по автозакам любой протест при том количестве, при той оснащенности Росгвардии, ФСБ, полиции и так далее, ну, это пустяковая задача. И, конечно, безоружный протест обречен на поражение. Вот. Поэтому все это понимают, и поэтому тоталитарные фашистские режимы внутренним протестом не рушатся. Это исключено. Поэтому будут по-прежнему, и что очень характерно, ведь то количество людей, которые каждый день они притаскивают на фронт, оно примерно равно тому количеству людей, которые ежедневно отправляются в пакетах назад. То есть примерно по данным Генштаба Украины, значит, тысяча, тысяча двести человек каждый день российских оккупантов погибает. И, ну, опять-таки, я, значит, не знаю, кому здесь больше верить, Шойгу или Генштаба Украины. По данным Шойгу полторы тысячи каждый день, значит, приходят в российскую армию пополнение. По данным Генштаба тоже тысяча двести. Понятия не имею, какие цифры точнее, но в любом случае это свидетельствует о том, что восполняется постоянно потери. То есть количество оккупационных войск российских постоянно восполняется. И этот ресурс, он в обозримый период не будет исчерпан. Поэтому возможность продолжать войну и в, ну, уж точно 2004 год 100% у путинского режима есть, в 25-й год и, скорее всего, в 26-й и далее. Еще потому, что здесь же для восполнения, для продолжения войны нужны три вещи. Нужны боеприпасы, нужны люди, нужны деньги. Что касается людей, мы уже говорили, запас потенциальных трупов у вот этого мясного фарша у российской, у российского режима большой, очень большой, это миллионы, и он не кончится в ближайшее время. Что касается боеприпасов и прочего железа, которые необходимы для этого, то, во-первых, все-таки Россия по-прежнему, военные заводы работают, но, кроме всего прочего, работают и друзья. Иран поставляет, Иран бурным потоком поставляет беспилотники, ракеты, огромные, огромные ресурсы есть у Северной Кореи, который годами накапливал это смертоносное железо. Да, оно допотопное, но оно стреляет, оно убивает. Поэтому надеяться на то, что, да, и деньги, чуть не забыл про самое главное, про деньги. Значит, да, западные санкции работают. Нельзя сказать, что они там совсем уже косметические, они работают. Но проблема заключается в том, что Запад это всего-навсего, если считать по головам, то это всего-навсего 15 процентов человечества, а то и меньше. Есть Индия, есть Китай, которым плевать на все санкции, они торгуют с Россией. И да, они, конечно, не такие, не такие, так сказать, щедрые, как Европа. Но денег в достаточном количестве для того, чтобы продолжать войну, Путин имеет. Так что надежда на то, что война прекратится, потому что Путин не сможет ее продолжать, это надежда иллюзорная. Она может прекратиться только в том случае, если Запад даст достаточное количество вооружений, необходимое, чтобы уничтожить российскую оккупационную армию. А этого пока не происходит. Я надеюсь, пока. Да, и вся Украина тоже надеется на это слово. Единственный, мы говорили, кстати, о похоронах Навального, о том, как они проходили, вспоминали о том, что сейчас несут цветы, но, как говорит российская пропаганда, несут не только лишь цветы. Вот, и опять-таки вы вспоминали о библейском сценарии, библейской истории. В социальных сетях мы читали о том, как два молодых человека, мужчина и женщина, явились на это кладбище с лопатами, потому что он живой. Если даже это выдумано, то это выдумано так, что в это очень трудно не поверить, потому что они вправду себя так ведут. А сейчас они выяснят, что в гробу никого нету, и он воскрес. Совершенно верно. Давича в социальных... Давича в социальных сетях, говорил, читал, но даже если это неправда, то ничего страшного, потому что поверить в эту теорию очень несложно, говорит вот неизвестный мне человечек, но тем не менее. Ну, вот такая вот библейская история выходит. Вы знаете, мне это все напомнило историю со знаменитым распятым мальчиком. Когда выяснилось, что такого мальчика не было, и что в городе Славянске площади такой нет, и рекламного счета, на который прибили, и женщины, это оказалось вообще неизвестно откуда. Ну, короче говоря, выяснилось, что это все вранье. И мы помним с вами, что говорили значит, руководители Первого канала, на котором это вранье... Там было сказано, что ну да, это все, конечно, не так. Здесь и мальчика не было, и женщины не было, и площади не было, ничего не было. Но! Но были же другие мальчики. Там же были другие мальчики. Это же могло быть правдой. Но мальчики же там были, и почему бы не было такого, что их вот тоже там прибили к счету. Да, этого мальчика не было, и счета не было, ничего не было. Но теоретически это же может быть. И вот этот аргумент, он тоже такой же, примерно, убедительный. То есть, на самом деле, понимаете, мы и ваш покорный слуга тоже, мы часто занимаемся разоблачением броня, но людей, для которых броню – это форма существования, то есть, жизнь – это форма существования белковых тел, как товарищ Энгельс в свое время сказал. Значит, ну вот для них эта форма существования белковых тел – это вранье. Понимаете, они так живут, и поэтому их разоблачать – это примерно то же самое, что разоблачать их в том, что они живут на свете. Для них это форма существования. Вот поймали на вранье, он говорит, тут же, да, это же может быть, ну как Шариков, да, может Зинка взяла, да, куда деньги делись, я что ли? Да нет, а может вот это, а может так. Это классическая постправда, когда вранье от лжи ничем не отличается. Ну, у меня такое мнение, я вот так думаю, и все. Это все, вот весь российский телевизор и вся российская политика построена на этом. С Донецка начали, давайте Донецка мы закончим. Превратили Донбасс в помойку. Там возмущены все. Зачем их сюда везут? Что прачечная? Это честь должна быть. Поездки туда – это честь. Личный выбор, преодоление. Человек рискует, зная, что в любой момент можно прилететь. Тем не менее, и вот где деятели культуры. Вы измущены? Очень интересно получается, что с одной стороны, как бы, есть новость о том, что сейчас на оккупированной территории действительно свозят мусор со всей России и делают помойку из этих территорий. Ну, потому что, ну где еще мусорные заводы строить, как не на оккупированных территориях? Да что там строить? Просто привози, сбрасывай и едь назад. А тут оказывается, как говорит Ахлобыстин, о том, что, ну, оказывается, не прачечная, оказывается, не помойка. Очень не нравится, когда так званые элиты, которые вчера были там певцами и блистали на всех экранах, приезжают в Донецк и в Луганск кланяться и говорить о том, что они были неправы, когда ошиблись дверью. И после прачечная, видно, без одежды, потому что сохло белье, зашли в дверь на голую вечеринку Ивлеевой. Почему-то не очень хочется. А что, боится, что займут его нишу? Или в чем проблема? Вы знаете, вот, ну, странно, что он не закричал Гойда в конце, в конце этого своего выступления. Ну, это совершенно безумный человек, у которого, я уж не знаю, какие, какими веществами он выжиг себе мозг. Но в данном случае, когда он говорит, что там Донецк, это вот такое святое место, что вот пачкать его. Ну, в данном случае он говорил о Киркорове, что вот Киркоров приезжает, вот он тем самым. Вот, но, понимаете, говорить о сегодняшнем Донбассе и, в частности, о Донецке, о том, что это вот какое-то место, куда нельзя сводить мусор, это действительно выжечь себе мозг, потому что Донецк и Донбасс в целом являются, ну, совершенно вот такой вот, какой-то чудовищной территорией выжженной земли, в которой, во-первых, из которой уехали все, то есть Донбасс был сложным очень регионом, очень густонаселенным. Сейчас от него осталась, ну, в лучшем случае четвертая часть, в лучшем случае, там депопуляция страшная. Оттуда уехали все более-менее образованные люди, все более-менее состоявшиеся люди. Осталась, ну, и, конечно, замена населения. То есть то, что там происходит, руины полные, полностью уничтожена промышленность, вообще промышленность. Донбасс же был промышленным регионом, промышленность уничтожена, чудовищная катастрофа. И это связано с тем, что Путин же одной из самых главных задач вот этой вот полномасштабной войны, которую он начал против Украины, он объявил защиту народа Донбасса. Народ Донбасса, если такой есть, конечно, никакого народа Донбасса нет. Есть население Донецкой и Луганской областей, которые назвали республиками. Так вот, население этих областей и сами области, как экономический регион, пострадали больше всех. Это самое, ну, единственное, с чем можно сравнить, это Сирия. Вот по уровню гуманитарной катастрофы, которая на Донбассе, имеется в виду Донецкая, Луганская область, украинская, подвержена, это вот, ну, чудовищная, это чудовищная гуманитарная катастрофа с этими людьми, с этими регионами. И поэтому говорить о том, что это какое-то сакральное место, которое нельзя пачкать мусором, это, конечно, это безумие, это святотатство. То есть человек просто кощунствует на наших глазах. Игорь Александрович, спасибо вам за этот разговор. Спасибо вам, Екатерина Валерьевна, слава Украине. Еще раз поздравляю вас с замечательным праздником. Героям слава. И дякуємо вчергово нашим героям, что маем возможность снова-таки святкувать 8 березня, а не 8 марта. На том я скажу вам, дякую за то, что додивились до кінца, за ваши подобные комментарии, за то, что подписываетесь на YouTube канал 24 каналу. Мы тут цінуємо, поверьте, и бачимо всі ваші дописи. Ну и, конечно, побачимось с вами. Бережите себя. Па-па. Продолжение следует...